Всех приветствуем, друзья! Мы снова продолжаем играть в ARK Survival Evolved. Это карта Aberration. Мы вместе с Полиной Нехачухой, которую вы так ждали на канале, собственно. Привет, Полин! Привет, Юр! Привет, ребята! И это так мило, что вы меня ждали, я к вам пришла. Просто обосраться! Будем страдать, ребят, мучиться. И сегодня, после небольшого, как бы, ну, такого небольшого промежутка, значит, затишья, да, вот этого всего, мы, наверное, будем заниматься сегодня, ребят, стройкой. Заготовились ресурсами и, ну, и, собственно, показываю, что мы тут будем делать. Все как обычно. Ой, мы сегодня такую вещь будем делать. Ну, давай, показывай. Ты знаешь, я давно думала об этом, потому что вот, ну, неудобно нам забираться так и так далее. Нам нужно расширять свой пентхаус, так сказать. Нам нужен лифт, Юрчик. Нам нужен лифт, ребят. Мы будем делать лифт. Значит, есть у нас тут вот такие вот штуки. Стекло. Полина тут постаралась. Все, как обычно, сделала уже заготовочку. Да, чтобы красиво было, чтобы на воду смотреть. Ребят, задумка какая. Значит, мы будем делать несколько этажей наверх. И для того, чтобы нормально перемещаться, учитывая, что место у нас ограниченное, нам понадобится с вами лифт. И сейчас мы попробуем его, конечно же, поставить. Где-то здесь у нас должны быть платформы. То есть у нас своеобразная вот такая стеклянная эта, это у нас типа шахта лифта будет. Да, это будет шахта лифта, в которую мы, собственно, и будем этот лифт ставить. И потом, значит, дом. Второй этаж у нас будет тоже из каменных стен. Перекрыть и все, как обычно. Вот эта передняя часть у нас застекляется. В принципе, можешь уже этим как бы заниматься, если нам всего хватит. Подожди, подожди. Я хотела рассказать. Так, у нас нужно для лифта что? Давай расскажем. Для лифта нужны полозья. Ну, полозья, направляющий, да, деревянного подъемника. Будем делать из него. Наверняка есть какие-нибудь еще и другие лифты. И поставим мы его где-нибудь... Платформа. Где-нибудь по центру. Только, только что-то он, слушай, что-то он, блядь, не ставится нормально. Я тебя побью сейчас. Ну, так я не виноват. Он просто как-то по говнястому устанавливается. Сейчас, сейчас все сделаем. Давай, давай, давай. И, в общем-то, самый большой нюанс, что вам нужно, и это есть только в аберрации, ребят, это нужно грибное дерево. Только из грибного дерева можно скрафтить вот эти штуки, полозья, платформу и подъемник. Вот эти три составляющие нашего ручного лифта, так сказать. Так. Вот так выглядит полозье. Да, как-то вот так, ребят, это все у нас выглядит. Сейчас, секундочку. Значит, второе ставим. Вот, красота, красота, смотри, какая. Вроде бы должно работать. Так, теперь нам понадобится... Видите, есть такие тросы внутри, смотрите, видите? Рычаг, который почему-то ставится только наверху. Естественно, средняя платформа. Платформы бывают, я так понимаю, двух видов, да? У нас есть средняя. Трех, трех, трех. Маленькая, средняя и большая. Средняя, да, и большая. Сейчас мы установим это куда-нибудь. Я просто учила инграмму, поэтому, ну, как бы, Юрке я заодно прикладываю. Слушай, а я среднюю взял, она прям вот на весь этот самый. Ну, наверное, нам не нужно, да? Не, не надо, Юр. Давай маленькую. Возьми маленькую, не балуйся. Сейчас, хорошо. Я что-то погорячился. Она у нас лежит в верстаке, правильно? Да, должна была в верстаке быть. Есть ли я сейчас играю? Да, есть, есть такое дело, да. Не вопрос, вообще не вопрос. Малюточка. Ну, не такая уж, на самом деле, она и маленькая, как бы. Так, ну ты помнишь. Ну ты жди, а я пойду тебя подымать. Давай, подымай. Ребят, работает это все, как обычно, в арке. Через Ж. Жопень огромную, такую говнистую жопень. Ну, мы зато разобрались. Вы зато разобрались. Вот тут такую лестницу мы поставили, чтобы можно было залезть без помощи. Ну, конечно, в будущем, кстати, непонятно, как это нам дверь с тобой делать или что, если мы будем зашивать, как мы будем пользоваться. Короче, надо будет придумать что-то. Вот наш подъемник. То есть, один должен, вы не сможете один им управлять лифтом, вас должно быть как минимум двое. Нам нужен, нам нужен рам, ребят, нам нужен рам для того, чтобы он стоял на рычаге, типа, и мог, короче, этот лифт дергать туда-сюда. И вот так мы опускаем платформу. Она прячется у нас в фундаменте. Я захожу, механизмы работают. Да, кстати, тоже странно, что она в текстуру, да, вот так вот прячется. Это же баг какой-то. Ну, хер знает. Наверное, просто это уличный лифт. И вот таким вот макаром, как дрезинка, оно это делает. Короче, нужно прям страдать. Вот, Юрка, а я могу слушаться, идти, чтобы ты тоже ребятам показал. Давай еще раз. Я прокачиваюсь. Давай, попробуем. Значит, удерживать для спуска платформы. Ну, она тупо падает, короче, я так понял. Ну, смотри, вес у нее, у меня 286 и 700. У нее, смотри, ограничение веса еще есть, Юрчик. А, то есть, динозавра какого-нибудь говнистого с большой задницей сопоставить не можем. Ну, смотри, сколько он весит, Юрчик. Мы с тобой можем, а на собачке... А давай с собачки я сюда прискочу, давай попробуем. Давай попробуем, если что, потом скрафтим еще одну платформу. Что, опускать тогда? Да, да, да. А она в двери там пролезет? Может быть, и на крышу сможешь запрыгнуть? Подожди, собачка сможет пролезть? Я думаю, дверь должна. Собачка... А, нет, трена, она не поможет. Нифига, может быть, через верх. Что там, что там прыгнуть, да? Да, попробую. Все, Юра, я иду. Все, падай в эту яму, прям вот, да. Да, мы тестим, конечно же. Так, что там? Вес 400, нормально, давай, поднимай меня. Нормально, а твой вес еще? Не знаю, ну, а на что, не поднимаете? Вот, пошло дело. Вот, вот. Нормально, нормально, пошло дело. Так, хорошо, а вот эти штуки выдерживают стеклянные? Или сейчас мы с тобой улетим куда-нибудь? Подожди, я упала. А, подожди, она застряла. О, как-то вообще залагало жестко все. Все, все, нормально. Да е-мое, просто тут места мало для собаки. А-а-а, все, я убежала. Ну, ладно, хотя бы как-то так. Ребят, в общем, план... Так, подожди, сейчас я встану на это. У вас, смотри, становится она стеклянной, Юрчик. Отлично, стоит все нормально, да? План такой. Вот эта вот шахта вместе с мостиками стеклянными, стеклянных перекрытий, это типа парниковые, я так понимаю, перекрытия и стены. Да-да-да-да-да. Они будут у нас тоже как будто бы двухэтажные, так же, как и внизу. Там, где у нас все каменное... Ну, вообще, возможно, и трехэтажный, Юрчик. Может быть, но, наверное, не факт. Я думаю, лучше мы построим с тобой третий этаж и поставим туда тоже какой-нибудь рычаг. Короче, нам вообще лифт нужен для того, чтобы поднимать какой-то груз куда-нибудь наверх, но это нерациональное использование, поэтому мы подумаем, ребят, пересмотрим, может быть, что-нибудь еще придумаем. Тут вообще по факту можно ставить троса, типа канаты, по которым наши опустошители могут сбираться. Я думаю, что мы это тоже проделаем, но растяжки будут стоять где-нибудь вниз, влево, вправо, короче, со всех сторон. У нас будет наверху какая-нибудь площадка. Если здесь летающие какие-нибудь динозавры есть, то у нас будет отличная площадка для этих самых Дина. Ну, как-то так. Собственно, ребят, лифт показали. Непонятная штука. Хотелось бы, чтобы он поднимался сам, но, по всей видимости, для него нужно будет потом электричество какое-нибудь. И, наверное, он будет уже железный, да? Я думаю, мы с тобой сделаем. Ну, я не знаю, я не смотрела по инграуму, не заглядывала. Я на первом этаже Юрчик поставила, застеклила. Смотри, кусочки эти, иди сюда. Да, сейчас я туда спущу лифт. Давай, спускай. Так, кровати, кровати тоже нужно будет переставить. Да, а можно ли зашить полностью вот эту часть? Еще верхнюю, на четыре клетки. Нужно будет водичку убрать только отсюда. Подожди. Воду там мы все равно с тобой переделывать хотели, правильно? Да, воду мы хотели переделать. Давай, зашивай, да, конечно, можно. Можно зашивать. Вопрос в чем... Так, а что, вот этот имидж? Ну, вот смотри, Юр. Сейчас, 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 подожди. Вот так. А как мы будем спускаться с тобой вниз? Не будем оставлять ничего с зазором? Нет, а рампа-то... А или она не пройдет? Вообще должна проходить. Проходить в этот зазор. Нет, рампа, она сейчас заходит. А какую рамку ты хочешь? Вот, и еще, и еще нижнее, еще нижнее два. Нижнее поставить ты мне, что ли? Да, было бы прикольно. Вот такой, знаете, застекленный балкон, типа, нормально все. Ну, все, смотри, нормально можно проходить. Да, отлично. Голова не задевается, все хорошо, хорошая нычка, ребят. Давайте посмотрим, как это выглядит сейчас со стороны, потому что, ну, прикольно. Прям нормальный такой евро застекленный, блядь, балкончик. Все прям идеально, да. Отлично. Тогда давай будем начинать с тобой строить второй этаж. Надо как-то это дело все облагородить, я думаю. А плюс надо будет зашивать вот этот парником. Надо же там, наверное, в две клетки-то тоже, да, Юрчук, делать? Да, я думаю, да. Я тогда, наверное, займусь каменными, да, делами? Да, у меня тут, иди ко мне. А ты тогда стеклом. Так, а что лестница? Ты с какой стороны? Снаружи где-то ее поставила, да? Да, снаружи. Надо, пока ты ее не убирай, будем думать, что с этим делать, кстати. Я просто не понял, снаружи где. А еще, знаешь, можно, наверное, внутри на стеклянную. Вот у нас места же много, можно на стеклянную эту, чтобы вот на эти штуки залазить. Юр, слышишь? Можно, можно. Наверное, так и сделаем, чтобы там закрыть все каменной стеной. Это у нас был временный вариант. Понял? Вот здесь где-то поставить. А тут мы тоже будем стеклянное ставить? Где-где-где? Сейчас я подожду. Торец, типа передний фасад, короче, второго этажа. Передний фасад будет стеклянный, да. А остальное все, я думаю, этот... Ну, тогда ты, в принципе, можешь уже ставить там стекло. Иду, бегу обратно. Я просто воспользовался костюмом какого-то хера. Я не хотел этого делать. Слушай, подожди, я сейчас часть стен возьму с собой, чтобы пустым не бежать. И так у меня не тут, говорите ко мне. А, что, взяла уже, да? А ты меня поднимешь? Хочешь меня поднять? Поднимай меня. О, господи. Поднимай. Будем использовать лифт. Это бесячая херня, но раз мы его поставили, нужно пользоваться тем. Это, знаете, типа не в радость, а в горесть. Я поняла, Юрке, походу, нравится, когда я передергиваю. Да, мне нравится, когда Полина передергивает. И мне нужен, тем более, свой собственный раб. Поэтому мы играем с ней вдвоем, знаете. Теперь вы узнали правду. Так, забираем эту штуку. Че, ты можешь застекляться уже. Смотрите, во-первых, у нас здесь все квадратное. Здесь все квадратное. Здесь у нас Полина перекрытие поставила. Впереди у нас еще на одну клетку все увеличилось. Значит, это здание у нас будет больше. И кровать мы будем переносить именно сюда. Блин, хочется вообще все стеклянное построить, кстати. И камень. Ну, заднюю стенку точно будем делать каменной. Сейчас посмотрим. Смотри, а я могу для спуска сама спускаться. Без тебя, понятно? Это да, это да, это понятно. Слушай, ну, кул-то все равно. А части, что можно хотя бы спустить. Так, она правильно установилась? Так, я пошла стены фигачить стеклянные. Мне не хватает стеклянных этих. Да, давай, я пока делаю, значит, каркас для дома для нашего. Потихонечку. Задняя стена точно у нас будет из камня. А вот передняя что-то, что-то я хочу, чтобы была... Передняя и боковые, может быть, даже стеклянные. Юрчик, а смотри, мы можем, знаешь что, перекрытие сделать не каменное, можем стеклом перекрыть. Вот это не нужно. Вот в этом помещении не нужно. Мне так кажется. Ну, хорошо, хорошо. А, знаешь, я тут еще хочу дверь поставить с этого лифта, мне любопытно. А ну, подними меня, давай, поднимай меня. Тебе тоже нужно. А, подожди, подожди, стой, я забыла изобразить стену. И передергиваю, да? Да, да, да. Я должна это увидеть. Смотрите внимательно. Сейчас. Все, Юрка, подымай. Так, сейчас. Подымай меня. Подверт, подверт. Еще разочек. Тянем, потянем. Все, вытащили мы репку на второй этаж. Слушай, а я знаешь, что думаю? Вот эту стенку тоже сделать стеклянную, чтобы мы видели... Кто там? Что, да, что там происходит. Потому что, если мы зашьем каменную, можно было бы сделать частично. Это же будет выглядеть очень грустно. Ребят, мы... Смотри, мать, что делает. Двери, да? Вообще идеально, блядь. Слушай, круто. Вот здесь стенку можно поставить каменную, кстати. Или стеклянную. Все. Чтобы просвечилась. Как думаешь? Вот здесь, где я стою. Ой, блин, упала. Подними меня. Ну, не знаю. Вот тут я, кстати, не знаю. Мне кажется, может, даже лучше каменную. Чтобы, типа, не видеть комнаты. Только дверь стеклянная или нет. Не знаю. Думай сам. Как скажешь, так и будет. Опусти платформу. Да, спускаю. Подымай. Блин, опять это землетрясение. Ну, благо, что мы проверили, что землетрясение не влияет на нашу стеклянную аппаратуру. А как знать? Может быть, там сейчас будет три землетрясения, и тогда будет влиять. Блин, и что ты... А, все, подзастрял. И за стекля... Застеклевываем балкон. Застеклевываем. Застеклевываем. Застеклевываем, ребят, балкон. Не, ну вот тут две поставим, Юры. Ну, и крышу, наверное, стеклянную будем делать. А какая крыша, если у нас еще третий этаж с тобой будет? Ну, потом снесем. Да не, ну это прям вообще... Тут, блядь, ресурсы и так тяжело добывать. Разве что щитами какими-то, блядь, пользоваться, а так ходить... Нет, не вариант. Все, без крыши, без крыши. У нас под ответным небом. Крышу мы сделаем с тобой здесь. Ай, да, блин, а что такое? Я взрыве падаю. Надо сюда лестницу. Все, я поняла. Сейчас я сделаю лестницу, я не буду париться, Юра. Типа еще одну? Нет, такие вот, как, типа, внешнюю ты забегаешь. Так. Где ты на улице забегал, чтобы ты мог что-то стеклить? Сейчас я себе их просто сделаю. И внутри стекла, мне интересно, поставятся они или нет. Деревянная лестница, кстати, тоже любопытная. Главное, с правильной стороны только поставить. Эта, у тебя стекол боковых, типа, стен много? Сейчас, подожди. Я вот тут хочу. Блин, вот это я... Ну, я не с той стороны. А, вот. Вот так. А, мне теперь не хватает. Подожди. И че? Подожди. Сейчас я сделаю, ты не понял. Ты все равно не понял, моя зата. Я понял, чтобы лифтом не надрачивать постоянно, нормально можно было заходить. Да, вот, вот, смотри. Я тебя понял, я тебя услышал. Вот, смотри, Юрчик. Оп, 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 и я поднялась. Угу. Сколько, сколько стен у тебя стеклянных? Стеклянных у меня пять. Ну вот, я зашила. Тебе дайте стеклянные стены, на. А, а я пойду еще скрафтить. Да, делай. Давай мне эти. Я сейчас буду зашивать полностью. Все зашиваем стеклом, короче, здесь. Ты все решил зашивать? Ну, типа, тут нужен нам просто... Или, слушай, может, частично обычными стенами, а вот тут уже уголок оставить стеклянными, чтобы мы могли просматривать. Да, давай. Это экономия материала стекла. Вот, 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 забери, забери, Юрчик. Вот тут валяется стеклянная стеклянная. Сейчас, 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 сейчас заберу, не переживай. А вот тут зашиваем стеклом или обычным? Сейчас я вернусь. Подумает. Подумаю, сейчас я вернусь, подумаю. Подумаю, я пойду стеклянные эти сделаю стенки. Так, это все забрали. Кстати, для стеклянных стен, вот этих парниковых, так сказать, нужно 7 слитков металла, 25 кристаллов белых и цементной пасты 7. Цементная паста делается у нас из камня, и хитина, или кератина, если мне не изменяет память. Делать нам комнатку отдельную для кровати? Ну, типа, как спальня, что-то в этом роде. Я вообще хотела унитаз затестить. У меня не получилось это сделать, а рагнороги надо будет здесь делать. А у тебя у тебя есть? Нет, пока нету, но там надо же этот. Я поняла, что электричество нужно. А дверь, пока ты там находишься, еще одну каменную сможешь замутить? Проем хотя бы, дверь как сама такова не нужна. Так, конечно, сейчас, сейчас, сейчас я это все сделаю тебе. Так, стеклянных этих я наделала. Тебе нужно что? Дверь, один каменный проем и еще одна стенка. Слушай, стены как раз все и ушли вообще в аккурат. Стены все ушли, да? Да. Тут у нас будет небольшая спаленка такая сипа. Еще сделаем, если что. Это не проблема. Так, каменный проем. Перекрытие у нас есть уже, да? Перекрытие есть, там ящики возьми. Каменный проем один, да, нужен тебе? И дверь, да, тебе нужна? Дверь сделала. Ну, дверь не обязательно, каменный проем и каменная стеночка одна. И каменная стена еще. Так, а перекрытие где ты говоришь находится? А вот в этом ящики. Сейчас, сейчас, ага, все, вижу. Видишь? Забирай. Вот тебе еще вот это то, что ты просил. Вот это у меня еще тоже есть. И где, а где стена? Подожди, а как? Так, это забираю, каменная стена. Ну, дверь с собой прихвати, потом поставишь его, когда будет у тебя время. Пока занимайся, наверное, стеклянными панелями. Сейчас, сейчас. Не крещи на меня. Сейчас. Подожди, я так не могу быстро делать, как ты хочешь. Так, есть у нас спаленка, красиво все. Но тут без стекла будет, нам вот это ни к чему. А вот тут стекло или нет? Ты мне скажи уже, надоело. Боковое? Да. Ну, наверное, стекло, чтобы мы видели, типа, что там у нас происходит со стороны лифта. Ну, тогда поставь, или у меня... А, у меня же стеклянные тканы. Ладно. Тогда забери у меня и поставь, типа. Так, значит, вставляем вот эту. Слушай, а вот тут можно, типа, чтобы не падать, можно вот отсюда, типа, каменные перилки. Слышишь, зафигачить еще. Можно. Или там, не знаю, деревянные. В общем, надо смотреть. Где еще тебе стеклом надо, что за шею скажи? Все, все, что ты видишь, это все стекло у нас. У нас хватает там материала? Перилля? Да. Наверху только перекрытие нужно будет поставить. Ну, это я сейчас начну. А, перекрытие обычное будет? Обычное. Перекрытие будет обычное, да. Совершенно верно. Короче, ребят, у нас такой, знаете, а-ля магазинчик будет. Дядюшки Джо. Ну, а что, прикольно получается. Мы помним, ребят, мы помним, что вы говорили нам про модификации, которые нужно установить для постройки, типа, замков там различных. Но мы ж... Вы знаете, как мы привыкли все это делать. Через жопу. Ну, в смысле, пользоваться теми штуками, которыми нам дают разработчики непосредственно, как эта игра устроена, без модификаций различных. То есть мы сначала попробуем так, что из этого получится. А потом уже, возможно, и модик какой-нибудь прообозреваем, посмотрим, поглядим. И там уже разберемся. Так, что-то как-то здесь... Так, ты там проем поставил, я тебе дверь поставлю. Поставил. Проемчик уже есть. Так, сюда у нас идет палочка. Еще бы красиво какое-то освещение зафигачить. Интересно, а есть там какое-нибудь, Юрка, знаешь, освещение в плане стеклянных? Я думаю, что на освещение тоже есть какие-нибудь модификации. Можно прям заморочиться будет и установить. Ну, ты, блядь, такой, знаешь, Ли. Не-не-не-не-не, а при чем тут? Я без модификаций говорю, вообще, сама по себе. Не знаю, без понятия. Так, я кровати убираю тогда, да? Давай. Раз. Вопрос вообще не вопрос поставить. Кровать подпроем-то установил. Кстати, у меня же есть этот, стена. Слушай, а может быть вот этот котел еще перенести наверх куда-нибудь? Какой котел, Юр? Ну, который стоит на треноге, типа. Он как-то тут вообще не в тему. Мы же хотим идеальной жизни и, ёпте. Красивая, идеальная жизнь. Да, идеальная, красивая жизнь. Я поставила тебе дверь. Сейчас, я пытаюсь кровать найти где-нибудь. О, господи. Поскрафтить в смысле или что? Ну, да, почему, собственно, и нет. Кожа нужна и волокно я тебе скрафчу. Сделаешь, да? Хорошо. Так, здоровье. Че, наверное, вес качаем. 370, нормально уже? Да, я качаюсь вес, Юра, потому что, блин, все тяжко. Кожа и волокно. Где у нас кожа и волокно вообще в доме лежит, ты знаешь? Хер знает. Все постаскивали. Кожа есть вот в ящике. О, а тут кристаллы, слышно, завалились. Ничего себе. Ну, да. Блядь, сколько их там было, этих кристалликов-то, а? А вообще кристаллы крови потом тут добываются, я бы хочу сказать, ребята. Да, это просто жесть. Мы перерушили кучу зеленых этих, да, выкидывали просто зеленые эти самоцветы и добывали просто кристаллы. Потому что здесь нас особо ничего такого хорошего не растет. Че я хотела? Подожди. Скрафтить я что-то хотела. А, кожа мне нужна. Тяжелый шлем шахтера имеет смысл учить? Или уже потом как-нибудь, когда мы дойдем до материала? Да, это надо все посмотреть, конечно же. Что ты хотел? Чтоб я тебе кровати скрафтила? Да. Две кровати? Да. Да, крафчу. Так, маленькая платформа. Тут есть и крафтить? Да, нужно будет. Потому что с той стороны, наверное, хотя она там не мешает, как бы. Ну, в общем, я скрафтила. Хайд лежит на все. Но ее можно будет поставить в угол. Что, шкафы тебе еще сделать? Парочка, парочка шкафчиков. Кстати, вот, смотри, прямо на вот этом перекрытии можно будет поставить еще один шкаф вот сюда. Да и вот сюда можно шкаф еще поставить. Шкафы сделали. Нужно использовать рационально наше помещение. Ого. Да, да, чтобы все красиво было. Да, конечно, конечно. Все будет по красоте. Так, я все скрафтила. Я парниковые стеночки забираю? Забирай. Там стеночки, там окошки, по-моему, были. Ну ладно. Стеночки нам уже не нужны, Юрчик. Нам нужно только просто эти каменные перекрытия. А, перекрытия. А у тебя есть? Заставишь уже? У тебя нету? У меня нет, у меня закончилось. На, иди, я тебе даю кровать. Иди сюда, боже, ладно. Кровать, чтобы мы не сбрасывали. Вот тебе шкафчик, вот тебе ступка, вот тебе кровати. Забирай, ставь в барахло. А я пойду и, собственно говоря, сделаю каменные перекрытия. Я так понимаю, что их не хватило. А сколько штучек, ты можешь посчитать? Вот одно есть. Сколько штучек, сейчас скажу. Значит, раз, два, три. Точно. Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Одиннадцать штук. Ничего себе, одиннадцать штук. Ты представляешь, сколько на это нужно выбросить ресурсов? Ну, что это сделать? Так и живем. Ох уж, эти каменные перекрытия. Так. У нас будет двуспальная кровать, ты не против? Нет, я не против. Я только пукаю ночью, это нормальный цикл. Поэтому ты, если что, там сильно не... Все, все, все под контролем, все отлично, все просто идеально. Ой, Юрка, насмешил так насмешил. Да ладно, просто рот порвешь, обхохочешься, так смешно. Так, восемь сделал, а сколько надо, ты говоришь, там? Штук одиннадцать сделаем. Конечно. Ну, у нас будет дырка между половинками, между... Блядь, половинками... Звучит, как вроде дырка в жопе. Между кроватями дырка будет, поэтому, если что, будем одеяльцы подпихивать. Знаешь, все нормально. Пусть горит. Нормально. Я бы здесь факел замутил. Карту над кроватью. Вот я тебе говорю, что что-то надо такое там сделать. Декорации какие-нибудь, да? Да, 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 не хватает. Может ковра зафигачить еще. Может ковер зафигачить. Камин, Юра, камин. И будем снимать плюс сто пятьсот, короче, на фоне этого ковра. Поставим камеру. И будем листить видеоблоги, блядь, из варки. Слышишь, нам нужен камень. А у нас есть камень. Я хочу камин, Юра, я хочу камин. Ну, если у нас есть возможность это сделать, то давай, давай делать. Так, шкафчиков у нас два. Так, сейчас. Знаете, перекрытие, иди сам в свои перекрытия. Я хочу камин. Да не вопрос. Да. Не вопрос. А где они? Вот они, перекрытие. Вот еще этот. Так, а я камень забираю. Мне так не нравится, как этот шкаф установил. Он даже, я бы сказал, не устанавливается. Нифига. Какой? Какой? Ну, я не вижу пока, я пойду посмотрю потом. Ну, вроде стал. Так, сто, двести, триста, четыреста, двадцать, двадцать. Чуть-чуть мне камня не хватает. Ты перекрытие не выбрасывала? Нет, я вниз их положила в шкафу. Угу. Камень сейчас добудем. Шкаф, наверное, поставим вот здесь. И еще холодильник ядышком забыть. Все, я нашла камень. Нормально. А что ж так неудобно-то ставить эту херню, ну? А что ты хочешь там сделать, мне интересно? Шкаф поставить. Ага. Нафига они наверху? Пусть лучше будет на первом этаже. А, типа где стекло, там ты имеешься. Ну, да, чтобы нормально все было. Кремень. Так. Так. Все, я крафтю камень, камень. Заходить я в него могу. Оставил место, значит, для еще одного холодильника. Ну, собственно, слушай, обживаемся, красиво все выглядит. Холодильник крафтить, Йор? Да, еще один можно. Ребят, если вам все нравится, как мы вот это все делаем, не забывайте ставить лайкос, подписывайтесь на канал. Вы знаете, я всегда люблю клянчить лайки. Из вас многие забывают просто. Перекрытие. У нас сегодня это, Sims. Ты взял перекрытие? Нет. А где ты их положил? Возьми ящики. Ну, там, где я и был до этого. Ага, все, хорошо, я понял. Слышишь, я говорю, это, у нас сегодня Sims варки крутые. Sims варки крутые. Как это весело. Юра, куда камин ставим? Вот сюда, мне кажется. Вот тут вопрос, конечно, очень интересный. Не-не-не, вот тут в уголок, давай, смотри. Сейчас, сейчас я залезу, и ты мне покажешь, где. Господи, вот сюда. Вот, 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 на вот эту стенку. Да, 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 да. А ну попробуем. Он становится, там нормальная дырка будет в перекрытии. Да, 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 да. Подожди, стоп, 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 стоп. А третий этаж, там труба какой длины, ты не помнишь? Ну, большая труба, большая. То есть третий этаж еще вместится, типа. Ну, конечно, да. Ну, окей, давай тогда, дерзай. Сейчас. Я думаю, что ровненько поставить. О, смотри, ляг, как хорошо встал. Бля, идеальный дом, слушай, мне нравится, как все получается. Я прям вот вообще тащусь. Так, деревце сюда. Смотри, ирок, ирок. Оп. Бля, какая красота. Вот, есть уже освещение. Нормально. Тут там будет две спальни, типа, будет уже не холодно спать. Нормально все. Так, теперь нам надо сюда что с собой замутить? А, шкаф надо... Ой, этот, холодильник. На, думай, куда его сунуть. Холодильник я вообще на первом этаже хотел ставить. Мы будем постоянно там крутиться, там будет рабочая у нас зона. Так, а я сейчас посмотрю, что у меня еще по инграмам открылось интересного. У меня же больше левел, чем у тебя. Может, что-нибудь новенькое. Ты знаешь, можно еще всякие вот там, типа, настенный крепеж для трофеев можно забабахать. На заднюю стену, знаешь? Вот там, типа, диванчик поставить. Типа, сзади тебя вместо фоток будут эти вот... Ну, как бы, да... Но в то же время нет. Мы так и не поняли, как туда что, правда, складывать с тобой, да? Да. У нас тут что-то, слушай, с перекрытиями они как-то чуть повыше стали. Ну, наверное, по-другому бы они и не стали. Ну, как бы выступ такой, знаешь, конченый-конченый получился. Ну, ладно. Я не поняла, про что ты говоришь, ну ладно. Слушай, а вот где дырка между рампой, типа, и стеклом? Туда же можно люки, типа, поставить? Или тогда рампа вывалится? Люк? Можно, наверное, теоретически поставить люк с крышкой, ты имеешь в виду, да? Типа, как у нас Seven Days to Die был, типа, подземные руки. Да, 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 я говорю про такую люк. Слушай, попробуй забабахай. Чтоб вам там под люком не дуло, типа, нормально будет. Да, 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 можно. Так, ну, это ж надо сделать с крафтой. У тебя есть открытая? Подожди, подожди, подожди. Слушай, стоит нам ставить винтовую лестницу каменную вот в этом вот углу? Места-то у нас просто все равно много. Не надо. Какой-то смысл. Она конченная, да, вообще какая-то? Да, она нормально не пашет. Так, ну, гранату тут особо не поставишь. Че у меня тут новенького еще есть? А че, будем делать продолжение лифта тогда? Да, конечно. И шахта у нас, то есть, будет продолжаться наверх. Мне нужно выкинуть просто куда-то. Да, и так же будет вот этот вот стеклянный, этот будет перекрыть. А ты что, уже хочешь третий сразу фигачить? Не, я просто выкидываю материал, который все равно нам пригодится, чтобы он в инвентаре типа не валялся, чтобы я что-то другое сделал. Юра, Юра. Ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау. Мы можем, знаешь, что тебе? Подожди, подожди. Скоро мы сможем с тобой делать, тут есть камера. Можно будет бразерс снимать ее. Нормально, на фоне ковра типа, да? Так, я аж ковер хотела замутить. Я типа просто переиграю. Мне говорят зрители, что я недостаточно переигрываю, поэтому я стараюсь делать все возможное. А еще есть яростная кровать у нас с тобой. Ну, это неинтересно, нафига. Ну, кто, что это? Мы будем в армейский паровозик играть, что ли? Не вариант. Моторную лодку мы с тобой так и не сделали. Надо будет ее в сухой. Ну, нам нужно с нефтью разобраться, да? Да, нефть. Там, кстати, насчет жуков я был прав. Нужно приручить будет скоробей, типа, и кормить его говном. Он будет перерабатывать его непосредственно в нефть. То есть, как бы все в шоколаде. О, слушай, а у меня, оказывается, есть подъемник. Ты не поверишь. Какой? Другой. Какой другой? Который электрический, Юрич. Он изготавливается в станке, да? На него нужна электроника, полимер и цементная паста. Я выучу. И маленькую платформу выучу. Слушай, мы потом сможем заменить вот эту деревянную бодягу. На что-нибудь более интересную. Бодягу электрическую. Железная бодяга. Нормально. Слушай, вообще четко получается. Я прям вот, прям, прям, профигиваю. Я пока еще можно будет сейф сделать. Господи, все. Я буду там хранить свое. Не знаю, что я могу. А я хоть посмотрю. У меня, у меня 760 инграмм, а я, типа, совсем девственник. Нужно же тоже что-то делать. Почему нет? Седло для спинозавра, вот, например, я выучу. Ты не учила, а я выучу. Может быть, мы его когда-нибудь приручим. А, ты решил стенки продолжить, да, чтобы они не валялись. Я понимаю, что это шахтал. Да, 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 конечно, конечно. Ну, я пока пойду посмотрю. Может, у нас тоже есть еще там ресурсы. Смотри, есть еще защитный костюм. Прочность 85, броня 65. Но, может быть, это для пчел, чтобы нас не покусали. И, кстати, для него необходим сжиженный газ такого розового цвета. Нам предстоит его еще с тобой поискать. Но, насколько я знаю, туда ставится установка для выкачивания этого самого газа. А как эта установка выглядит? Давай ее выучим сразу. Вот хер знает. Нужно ее как-то где-то найти. Но, по-моему, она где-то на более ранних этапах. Так, распылитель. Это все не то. Камера. Фокусированный фонарный столб. Крюкошка, кстати, тоже нужно будет замутить. Блин, а где же вот эта штука, которая, типа, растяжки ставит? Вот я что-то такое видел, но так и не понял, где она находится. Автотурель, кстати, есть еще. Наверное, к ней электричество нужно. О, это прикольно. Можно на крышу, да, ставить. И бахать, подводить животин. А вот, газосборник нашла. Газосборник. Что для него необходимо? Нужны красные самоцветы, 20 штук. Мы с тобой еще не находили. О, вот это будет сильно. Слушай, ну я тогда, наверное, пистолеты помучу. Давай. Улучшенный пистолет, улучшенная пуля. Фляга есть. Слушайте, ребята, нам напишут, где можно найти красные самоцветы. Нам нужно 20 штук. Я знаю, что у кротов можно тырить. Это точно я видела у кротов красные самоцветы. Так, на это тебе безопасно, типа, да? Да, возможно, они падают с землетрясением, но мне не выпадал ни разу, ребят, красный самоцвет. Может быть, и есть такой же, типа, локация. Помнишь, как мы с тобой синие добывали, где-то красные растут, кто его знает? Ну, посмотрим. Нам нужно будет к этому дойти. Уже забирать. Так, смотри, учу полимер, электронику. Пусть будет на всякий случай. Металлический мостик. Что? Металлический мостик. Гарпунное ружье. О, прикольно. Холикатыри. Ой, ну это, не знаю, это под водой, кстати, да, как-то там? У-у-у. Что, мне попался как раз? А, это псидиан. Я газосборник тоже уже выучил. Я его раньше находил, но что-то я, да, про него забыл совсем. Ну, это нормально. Для Яверса это вообще нормально, что ни хера не помню. Пуля простой винтовки. Ну, в принципе, все. Седло для карказуха, анкила. Пуля, дура, дура, автомат, электрический заряд, типа того, да? Ну, да. Было бы прикольно какой-нибудь, знаешь, гарпун, который, типа, электрический. Электрический гарпун. Как светится. А, это, это. Палочка какая-нибудь может быть. Палочка, да, палочка, палочка. Так и есть. Слушай, ну, не знаю. Нужно, короче, думать, где этот красный самоцвет. Это очень прикольная штука. Я предлагаю выйти сейчас наружу. Ну, так, а у нас там есть мясо в костре? Да, должно быть. Ты умираешь от голода или от холода? Ну, не то, чтобы умираю. Нужно просто чуть подкушаться. Идем, выйдем. Наверное, на улицу посмотрим, как это все выглядит издалека. И будем, наверное, с тобой закругляться. Потому что, ребят, нас ждут дальше приключения. Мы хотим записывать серии по арку. Но, к сожалению, это получается не так часто, как нам хотелось бы. Но мы будем делать все возможное. Поэтому, если все нравится, не забывайте ставить лайкосы. Подписывайтесь на канал. Паблик ВК. Ну, и что? Будем закругляться, наверное? Давай, иди сюда. Да, подожди. Я же еще не слезла, не посмотрела. Подожди. Давай, иди сюда. Посмотрим сейчас на наш домик. Выглядит... Слушай, ну, выглядит он, в принципе, зачетно. Мне нравится. Поставим еще растяжечки. Может быть, еще пару лифтов каких-нибудь. Нормально. Красиво. Ну, прям интересно, да? Вот особенно со стороны стеклянного тут блога, где эта шахта, очень прикольно выглядит. Да, да. Единственное, что знаешь, что хотелось бы? Чтобы панели, они были как бы скошены на 45 градусов по углам. То есть мы бы тогда могли строить стекляшки, типа, более обтекаемые. Ну, не совсем круглые, а чтобы вот, типа, по диагонали. Юра, а там есть такие наполовинку, типа, если ты крышу красивую хочешь делать, там есть такие. А, блядь, точно. Слушай, так, может быть, заменим, сделаем скос? Единственное, что непонятно, как по там ходить будем. Да, нужно будет заморочиться. Получается, что дома, в принципе, можно строить неплохие, даже без модификации, ребят. Поэтому мы пока займемся этим. Подыхать вроде никто не собирается. Ты собираешься подыхать, например, ближайшие там? Нет, не я хочу. Вот я тоже как бы не собираюсь. Я думаю, что когда-нибудь мы дойдем до модификации и сделаем на них обзорчик. Ну, вот такая вот получилась серия. С вами были Полина Нехачуха, Юри Кот. Всем пока, друзья. Всем до новых встреч. Всем пока, ребят. Субтитры сделал DimaTorzok